С вами программа «Культурный шок» на телеканале ИТОН ТВ и я ее ведущий Марк Атляскин. Сегодня у меня в гостях Лена Гулянский. Лен, здравствуйте. Спасибо, что пришли. Вы давно собирались встретиться, но все как-то не совпадали по фазе, что называется. Ну, я, прежде чем вас представить, скажу, наверное, начну немножко с конца. Из того, что я вычитал, значит, про вас в интернете, я так понимаю, что прошедший год, 2015-й, конец дороги его, скажем, ознаменовался для вас очень приятными событиями, двумя премьерами. Одна из них, насколько я понимаю, в интерпризе – это «Любовь собака.ру» в исполнении Андрея Урганта и Марии Ароновой, артистов очень известных, достаточно известных. И вторая премьера – это «Видеть надо душой в Смоленском театре драмы». Правда? Да, совершенно верно. Очень интересно, скажите, а вот пьеса «Любовь собака.ру», я читал мнение, кстати, Андрея Урганта, правда, кратко это, видимо, из какой-то прессы было взято, что очень интересный сюжет закручен, очень непростой и так далее. Как вообще состоялась эта премьера, история, если можно, этой премьеры, как, где, я видел даже, что у них чуть ли не на последующие 3-4 месяца огромное расписание там, они уже играют в очень многих городах, и в Москве в том числе и так далее. Вот расскажите немножко об этом, начнем с конца немножко. Пьеса была написана несколько лет назад, три или даже четыре года назад, по заказу одного московского продюсера театрального, не буду называть его имя, не будем называть его имя. Пьеса ему понравилась, были кое-какие замечания, которые я учел и не пожалел об этом, но в дальнейшем сложилось так, что была найдена актриса на женскую роль, а вот с мужской ролью возникли проблемы и никак не могли выбрать нужного кандидата по разным причинам. Так или иначе, пьеса была положена в долгий ящик и, так сказать, перестала актуальной, но ее поставил Израильский театр Мотора на русском, Саша Каплан со своей группой. Были заняты в этом спектакле Ирма Мамествалова и Геннадий Юсим, и с этим спектаклем они выезжали на Смоленский ковчег, это театральный фестиваль, который проводит Смоленский театр. Гнездо Воробья было до этого, тоже вывозился спектакль на гастроли и на фестиваль в Санкт-Петербург. Потом прошел год с небольшим, и вдруг театральное агентство «Маскарад» вышли со мной на связь и начали переговоры о постановке этого спектакля. Режиссером был приглашен роман «Самгин», с которым они работали и по другим спектаклям. И вот вышел, на мой взгляд, очень замечательный, успешно прокатываемый спектакль, «Антерпризный проект», где заняты Мария Аронова и Андрей Ургант. Они действительно играют на нескольких площадках в Москве, выезжали в разные города России, в Сибирь, южная часть страны. Я знаю, что планируются гастроли и за рубежом, но это уже, так сказать, планы. Ну, понятно, понятно. Но это, конечно, комедия. Это комедия, да. А о чем вторая его пьеса, которую Смоленский театр поставил репертуарной? Да, получилось так, что 5 ноября была премьера в Москве «Любовьсобака.ру», 6 ноября была премьера в «Смоленске». И я с красными глазами должен был сесть в поезд, чтобы прибыть в Смоленск и иметь счастье увидеть эту премьеру. Эта пьеса была фактически написана по заказу театра Грибоедова в Смоленске. А именно их главного режиссера Виталия Барковского. Им нужна была пьеса для их народной артистки Людмилы Сичкаревой к ее бенефису, к ее юбилею. Да, бенефис к ее юбилею. Ну и при том было пожелание, чтобы в спектакле было занято определенное число актеров. Сюжет у меня крутился в голове уже несколько лет тому назад. Поэтому пьеса была написана довольно быстро, писал ее в Баден-Бадене. И надо сказать, что с первой подачи она была... Да, там что-то есть для подключения, там чего-то подключаешься. Потому что в Израиле невозможно. В Израиле, вы знаете, в 4 часа утра самолеты из аэропорта Бен-Гурион начинают взлетать каждые 3 минуты. В 6 утра выводят собак соседей гулять. В 8 утра начинают подстригать траву. А в 10 утра начинается альтезахан. Палестинцы кричат, старые вещи покупаем. Да, ну это вот я специально, как бы, скажем так, сделал такую, как говорят, принятую литературоведение, некую задержанную экспозицию, потому что не стал говорить для начала, кто вы есть на самом деле, чтобы потом вызвать у зрителей, как бы наших пользователей, определенный интерес. Ну, то есть я прочитал о вас достаточно много, знаком был с вами заочно давно, через того же Сашу Каплана, у которого, кстати, тоже шли мои, мои пьесы тоже шли. Так что мы с вами в этом случае, в этом плане мы с вами коллеги. Но, как бы, я хочу сказать, что для меня всегда был таким культурным шоком узнать, что на самом деле автор этих пьес, которые идут успешно, и дай бог я надеюсь, будут идти дальше во многом, потому что, насколько, опять-таки, я тоже знаю, по своему опыту, что вообще пробить пьесу в России очень трудно. Потому что, вы говорите, 3 года, у меня тут сидел Валентин Красногоров, у которого пьесы идут по всему миру, написано более 80 пьес, он говорил, что 3 года – это вообще идеальный вариант. На самом деле, как правило, он говорит, иногда бывает и 6, и 7, и 8 лет, пьесы лежат, потом вдруг раз, через 7-8 лет. Так что можно сказать, что у вас результат достаточно хороший. Но, весь, как бы, вся пикантная ситуация заключается в том, что мой собеседник, вот этот сидящий напротив меня, талантливый, обаятельный человек, он, на самом деле, по профессии врач уролок, если я правильно понимаю, да. И, кстати, когда я вбивал в поисковик, значит, Леона Гулянский, то первым выскочило вот именно это, то, что вы врач уролок, а потом уже стали выскакивать и ваши литературные достоинства. Вот, более того, но, как бы, вы автор еще одного бестселлера, который, как бы, к литературе не имеет отношения, скажем так, его условно назвать, сказание о простате, да, вот, и которая переведена была на иврит, даже, насколько я помню, да. Вот, и как мне сразу всплывает эта знаменитая, знаете, шуточная фраза, перефраз знаменитой пьесы Островского на всякого мудреца довольно простаты. Да. Вот, так сказать, Леон, скажите, как, я так понимаю, мы, кроме всего прочего, вы из Санкт-Петербурга, с вами. Да. То есть мы с вами и в этом тоже, я тоже из Санкт-Петербурга. Я в курсе, да. Так что вы в курсе, да. Скажите, вот, а как вот скромному, преуспевающему врачу, урологу, автору такого труда о простате вдруг пришла в голову идея стать писателем? Вы знаете, наверное, вот, находясь в медицине, ко мне пришла необходимость, пришло какое-то понимание того, что происходит с людьми, с человеческими судьбами, понимание ценности вот самой жизни, и, наверное, появилась какая-то потребность, необходимость что-то людям сказать, что-то людям прокричать, чтобы они меня услышали. Знаете, я прочитал, я, наверное, перебиваю вас, я прочитал интервью с вами такого Матвея Гейзера, я его тоже знаю, по поводу вашей книги «Нерусская рулетка». И вот у вас там была такая фраза, там, оно, ударение там не ставится, но оно как бы вызывает в памяти знаменитую фразу Жванецкого. Там было, ощущаю, большое желание писать там было. Вот было даже чуть ли не вынесено в заголовок. Так что самое интересное, если, по-моему, это ударение получается писать, да? Это у Жванецкого знаменитая фраза, что писать и писать надо только тогда, когда уже совсем не в моготу. Вот именно так оно и происходит. Когда я достиг такой... Я как специалист, и в том и другом вопросе можете вырезать. Да, совершенно согласен с Жванецким. Так оно и происходит. Когда я пришел к ситуации, что уже из меня, так сказать, прет какая-то информация, и нужно ее изложить на бумаге, я начал писать. Конечно, никто от меня этого не ожидал, я сам от себя не ожидал. Но вот возвращаясь назад в воспоминаниях, я оцениваю ситуацию, понимая, что это необходимость чем-то поделиться с людьми, чем-то, что я, наверное, понял, вот осознал. И когда это началось? Это в Израиле началось? Это началось в Израиле 10 лет назад. То есть тогда вы взяли, значит, руки... Да. Перо или компьютер. 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 И начал писать тексты. Сначала была проза, потом пьеса... Да, сначала была проза. Я написал несколько книг. Вот первая была «Нерусская рулетка», которая была, это интервью с Гейзером. Были еще книги, вот, кстати, я принес вам вручу в подарок. Это одна из книг, которая выходила в Москве в издательстве АСТ. Пять книг. Ну, сегодня, как мы с вами знаем, бумажные книги меньше продаются, меньше выпускаются. В основном книги выходят в электронном виде. Ну, эти книги существуют и в электронном виде, и, в общем, скачиваются довольно успешно. А однажды ко мне на прием в кабинет зашел в качестве пациента некто Миша Лурье, театральный режиссер и преподаватель театрального вуза в Израиле. И сказал, что вот он почитал мою прозу и предлагает подумать о том, чтобы попробовать что-то написать, так сказать, в плане драматургии. Ну, и с тех пор начался мучительный и интереснейший период обучения и познания. От совершенно нулевых знаний, когда я вообще не понимал, что от меня хотят, и мы даже говорили на разном языке. Я так, слова вроде по-русски звучат, а что за ними, я не очень понимал. Ну, и постепенно он мне скачивал огромное количество литературы. Сам я что-то искал, доставал, учился, скачивал какие-то лекции, покупал какие-то лекции в интернете, в том числе американские. Ну, и, в общем, это обучение заняло 10 лет. И чем дальше я учусь, тем больше понимаю, что надо еще учиться, учиться и учиться, как завещал Великий Ленин. Великий Ленин, да, и умер. Завещал, и умер. Но, как бы, так сказать, вот эта книга, которую вы показали, «Решая отмновение», это последняя, лучше не говорить последняя, очередная. Очередная, скажем, но как бы в ряду тех, которые вышли недавно, да? Относительно недавно. То есть, и она вышла именно в Москве. В Москве, в издательстве Аста. О чем она? Это сборник повестей и рассказов. Примерно о том же, о чем я пытаюсь сообщить в своих пьесах, что жизнь, конечно, не через тысячу лет, а в обозримом будущем. Это реальные даты, это реальный отрезок времени, не такой большой. И если люди сегодня это ясно и четко осознают, то, возможно, перестанут себя вести, будем грубо говоря, по-свински, а начнут вести себя как люди в отношении к себе, в отношении к окружающим. Ну, вот, кроме этого, у вас еще была, по-моему, если не ошибаюсь, книга под названием «Резервист». Да, это первая книга, первый роман. Это тоже собственного опыта? Частично это собственный опыт в медицине и в армии. Я здесь служил корабельным врачом в армии полтора года, потом довольно много лет призывался на военные сборы врачом, участвовал в военных походах флота. Ну, вот, оттуда впечатление, рассказы услышанные от ветеранов израильского военно-морского флота. Ну, и все пережито, весь адреналин и опыт, накопленный в медицине, все это смешалось и превратилось в один роман. Кстати, я вам читал, если я правильно как бы вычитал, потому что интернет это такая штука, что не всегда выдает правдивую информацию, хотя все может быть. Там написано, что вы являетесь лауреатом какой-то чеховского премии. Чеховская премия, литературная премия на имени Чехова. Да, это премия, которая дается Союзом писателей Москвы за бережное отношение к русскому языку. Так вы за что вы ее получили? Ну, у меня, наверное, был хороший учитель русского языка в школе. Вот я получил за две книги, за два сборника повестей и рассказов. Это было несколько лет назад. Получил в Москве. В общем, неожиданно для себя я зашел в Союз писателей, так сказать, показаться, узнать, что новое. Мне говорят, а, хорошо, что ты пришел. Поздравляем тебя. Поздравляем тебя, да, вот тебе медаль. Поздравляем тебя, да. Поздравляем тебя, да. Поздравляем тебя, да. Ну что же, это приятно. Скажите, кстати, Леон, я вот, кстати, когда тоже готовил программу, я думал вот таким вопросом. Как-то вот странно, да, получается, что в истории литературы русской есть очень много, немного, немного, есть примеры, когда врачи становились писателями, да, начиная там, тот же Чехов, Булгаков, Григорий Горин, да, еще кого-то можно назвать. Вот интересно, с чем это связано? Почему, может быть, это какая-то особенность профессии, которая впоследствии вдруг заставляет человека садиться за перо, за компьютер? Я часто размышляю над этим. Наверное, да, это очень связано с профессией, ведь профессия врача связана не только с тем, что нужно собрать жалобы, симптомы, поставить диагноз. Ты, в общем, видишь судьбу человека и пропускаешь ее через себя, через свой какой-то жизненный опыт. И когда таких судеб много, их огромное множество, и в каждой судьбе есть какая-то своя трагедия, к сожалению, среди пациентов больше видно трагедии, чем каких-то радостных событий. Вот это, очевидно, накапливается в виде некого знания и требует выхода наружу. Ну, а поскольку врачи по роду профессии вынуждены очень много писать, Ну да, это бывает, это учитывая, это учитывая. Да, так слово это еще один инструмент врача. Скажите, а вот если вдруг перед вами возникла некая проблема выбора стать либо писателем, либо врачом, что бы вы предпочли? Сказали, вот у тебя есть только одна возможность, либо стать этим, либо стать тем. Сегодня? Да. Выбираю быть писателем-траматургом. Не задумываясь? Не задумываясь. Абсолютно. И как вы не отдаете себе отчет, что на самом деле это гораздо более сложный рынок, скажем так, условно, чем, скажем, та же, так сказать, врачебная... Несомненно. Но я думаю, что я вообще в медицину попал по ошибке, я пошел за какой-то идеей. В свое время я поступал в медицинский институт в 76-м году. Застойные времена. Тогда, в общем, можно было писать только то, что можно было писать. А медицина была конкретная профессия. Ты идешь в операционную, берешь инструменты, плохие или хорошие, делаешь операцию, делаешь что-то конкретное. Профессия уважаемая, низкооплачиваемая, 110 рублей до вычетов. Но это было уважаемое, серьезное дело, которое вот своей романтикой очень увлекало. А сегодня, оглядываясь назад, я понимаю, что человеку, склонному к состраданию, человеку творческому, человеку с богатой глубокой фантазией, нельзя быть врачом. Ну не можешь ты умирать с каждым пациентом. Ну не можешь ты страдать и испытывать боль, иногда даже большую, больше, чем твой пациент испытывает после операции или процедуры, которая, может быть, не очень удачно прошла. В медицину должны идти люди толстокожие, которые, видя осложнение пациента, стряхнет это с себя, как капли из зонтика, и продолжат оперировать. А тот, кто не спал всю ночь, утром не сможет хорошо оперировать. То есть должны быть люди такие, скажем так, защищенные, какой-то крепкой душевно-козной бронейкой. Да, думаю, что да. Но вы все-таки достаточно много отработали в профессии, насколько я понимаю? Скоро будет 35 лет. 35 лет. Очень много. Ну да, можно себя посвятить писательскому труду, это точно. Тогда ваш выбор понятен. То есть через ваши руки в прямом и переносном смысле прошло огромное количество людей. Да. Вот и есть действительно о чем подумать и что отразить своему творчеству, переплавить в литературу. То есть я надеюсь, что как бы то, что вы представили, то есть то, что у меня это как бы... То есть это всего лишь пока еще ничего. На самом деле планов-то у вас, наверное, много. Если говорить о планах на будущее. Громадье. Ну, например. Я хотел бы написать еще один роман. У меня есть кое-какие задумки. Но для этого нужно погрузиться, отключиться. Нужно еще посмотреть кое-какие источники, литературу. Ну, невозможно быть все время сосредоточенным на пациентах и на их проблемах. Я ведь сейчас, знаете, ну, доходит до абсурда. Я не жалуюсь, но просто расскажу, поделюсь. Я боюсь засыпать, потому что рядом со мной мобильный телефон. И я закрываю глаза, начинаю засыпать. И мне снится, мне кажется, что сейчас телефон созвонит, и меня вызовут к моему пациенту, который впал в кому, у которого температура, ознобы, сепсис. Плюс его перевели в реанимацию. И вот эти кошмары, так сказать, всю ночь держат тебя в напряжении. Вот. Нужно полностью от этого отключиться, освободить голову от пациентов и их проблем, и заняться творчеством. Я бы хотел, чтобы пьесы ставились в большем числе театров. На сегодня написано 8 пьес, из них 5 поставлены в театрах, в 5 странах. А еще где, кстати, кроме России и Израиля? Казахстан, Астана, театр Горького. Литва, русский драматический театр Литвы. Белоруссия, театр Колоса. Россия, Израиль. Ну, я так понимаю, что эти же, с точки зрения материальной, эти же, как бы, пьесы особо ничего не приносят? Ничего не приносят. Кроме морального удовлетворения? Совершенно верно. Совершенно. Знаю тоже по своим пьесам, что это так. Но, тем не менее, как бы, в этом есть, когда ты все-таки знаешь, что твоя пьеса, как бы, поставлена. Кстати, а вот вы работали с Сашей Каповным, по-моему, как-то еще у вас пьеса была? Деревянный конь или как-то? Деревянный театр. Деревянный театр. Это самая первая пьеса, которая прожила, наверное, 8-7-8 показов в Израиле. И был один показ, два показа в Санкт-Петербурге. Потом, по причинам театра, она была снята с репертуара. Из-за актрисы невозможно было ввести другую актрису. Там был видеоряд, который уже нельзя было поменять. Так или иначе, пьеса сегодня, спектакль сегодня не играется. Но я считаю, что это, блин, комом, это, в общем, мой неудачный опыт. Когда я сегодня возвращаюсь к этому тексту, я говорю себе, боже мой, как ты вообще посмел такой текст кому-то показать и еще способствовать тому, чтобы это давить, чтобы это было поставлено на сцене. Смотрите, я думаю, что здоровая самокритика никому, на самом деле, не мешала. Я думаю, что раз вы так читаете, хотя кто его знает, насколько я знаю, вы знаете, все же, любое восприятие, оно субъективно, даже самого автора, так сказать. И ты иногда думаешь, что за чушь ты написал, а те вдруг могут сказать, слушай, это же прекрасная, классная пьеса. Ты что, о чем ты говоришь? Так что я не думаю, что так пессимистично стоит смотреть на первую пьесу. Может быть, стоит ее куда-то отложить или кому-то опять предложить, чтобы она, так сказать, это самое... Так, если вот говорить, как бы, заключение, да, то есть, как бы, завершая нас с вами разговор, то есть у вас сейчас, как бы, вы готовились к какому-то большому роману, это исторический роман или это просто роман из своей жизни? Нет, исторический роман, ну, наверное, нельзя его назвать историческим романом, он, в нем будут события и судьбы людей, которые прошли через Великую Отечественную войну. Ну, да, в общем, на историческую тему, скажем так. Уже, да, исторический роман сочинял я понемногу, отправляясь как туман, как пролога Капеллова. Ну, а пьесы, то есть будут правильно написаться? Или вы целиком хотите посвятить... Нет, нет, я думаю, что больших успехов и большего признания я достиг как раз на... в драматургии, чем в прозе. И я думаю, что там, где произошел прорыв фронта, там нужно развивать наступление. Развивать наступление, да. Ну, все, я могу сказать, дай бог. Я надеюсь, что, во всяком случае, вот по эти два последних премьерных спектакля говорят о том, что есть потенциал, и есть над чем работать, и есть куда стремиться, что называется. Тем более, что сильно, вот особенно вот это любовсобака.ру, я прочитал какие-то отзывы, я вижу, что как бы спектакль идет, и достаточно удачно. Хотя, опять-таки, еще раз повторяю, в современной театральной России пробить какую-то пьесу, это очень тяжело, очень сложно. Чрезвычайно. Знаю, знаю это. Так что, я просто думаю, что мы вместе с нашими зрителями только за вас порадуемся. Вот, если дальше так и будет. Ну, на этом тогда я заканчиваю нашу программу. Леон, спасибо, что вы пришли, показали свою новую книгу, рассказали о своих работах, о своих надежных и чаяниях. Я надеюсь, что мы с вами еще не раз здесь встретимся. Вы расскажете о своих новых премьерах. Спасибо вам большое. Я еще раз напоминаю, что у меня в гостях был Леон Агулянский, врач, писатель, драматург. И ввел программу Марк Котлярский, программу Культурный шок. Всего доброго, до следующих встреч в эфире. Продолжение следует...